Всем привет! Продолжаем рассказывать о судьбе актеров любимых сериалов. Сегодня вторая часть о сериале «Простые истины». Первую смотрите по ссылке в описании. Давайте вспомним любимых героев и узнаем, что стало с актерами сериала «Простые истины». Обаятельные близняшки Катя и Маша Трофимовы появились во втором сезоне «Простых истин» и сразу привлекли к себе внимание. Для девушек Тани и Ольги Арнтгольц, как и для многих других молодых актеров, это был дебют. Роль принесла им большую известность и положила начало успешной карьере. Татьяна воспитывает дочь Марию от актера Ивана Житкова. К сожалению, их брак распался. Также актриса встречалась с актером Григорием Антипенко, но и с ним разорвало отношения. А Ольга воспитывает дочь Анну от Вахтанга Беридзе, с которым развелась в конце 2015 года. А в декабре 2016 года актриса родила второго ребенка – отец ее сына, режиссер Дмитрий Петрунь. Многие девочки теряли голову от голубоглазого блондина Димы Карпова, которого сыграл актер Анатолий Руденко. Известность к актеру пришла после съемок в сериале «Две судьбы», в котором он сыграл Петра Юсупова. Анатолий продолжает сниматься в кино и сериалах, а также играет в театре. В 2016 году принимал участие в шоу «Ледниковый период». В личной жизни Анатолий счастлив. Он женат на актрисе Елене Дудиной и пара воспитывает дочь Милену. Бесшабашного балагура и троечника Максима Егорова по кличке Гриндерс, любящего свои легендарные ботинки, сыграл Вадим Утенков, для которого роль стала дебютной. Вадим продолжает сниматься в сериалах. Из последних «Выжить после», «Супер Макс», «Москва. Центральный округ», «Последний сезон». О личной жизни Вадима мы ничего не нашли. Лиду Иванову в сериале сыграла Марина Черепухина. На тот момент она была самой титулованной юной актрисой сериала. За свою первую и главную роль в психологическом триллере «Поклонник» на фестивале «Киношок» она получила приз «Лучшая женская роль». После «Простых истин» Марина снялась еще в трех сериалах, последний из которых был в 2007 году. Новая информация о Марине мы не нашли. Диму Князева в сериале сыграл Даниил Большов. После этого актер мелькнул в паре сериалов и больше нигде не снимался. Если мы правильно поняли, то Даниил занимается бизнесом в сфере дизайна. Судя по фотографиям в Инстаграм, женат и воспитывает дочь. Роль стервы Люси Мазуренко, портящей всем нервы, сыграла Вита Гребнева. После сериала девушка снялась еще в трех сериалах. Вита окончила университет культуры и сейчас работает в Центре культуры и досуга Марфина. О личной жизни свежей информации нет. Знаем, что фамилия у Виты сейчас Казанцева. На этом фото она с тремя детьми. Ее ли это дети, мы не знаем. Наташу Цареву сыграла Александра Цимбалистова. Девушка окончила факультет психологии, педагогики и права столичной финансово-гуманитарной академии. В 2013 году снялась в сериале «Домработница». Об Анне мало информации в сети, есть только фотографии с ее страницы. Начинающего писателя-фантаста Данилу Вайнштейна сыграл Иван Пахмелкин. В 2004 году он окончил училище имени Щукина и является актером театра. Сыграл пару ролей в фильме-спектакле и сериале. Судя по фото, любит рыбалку и все. Больше информации о нем мы не знаем. Для Анастасии Задорожной роль Анжелики Селиверстовой стала первой и принесла ей большую известность. Дальше была главная роль в сериале «Клуб». Кстати, мы о нем рассказывали, ссылка будет в описании. Задорожная активно работает в театре, поет, на ее счету работы во многих полнометражных фильмах. Что касается личной жизни, то более семи лет Настя встречалась с фигуристом Сергеем Славновым. Ходили также слухи и об их расставании, но Настя опровергла их. Как все обстоит на самом деле, мы до конца не знаем. Старшеклассника Матвея Сосновского сыграл Никита Островский, который попал в сериал «По иронии судьбы». Приятельница попросила поддержать ее на кастинге. В итоге ее не взяли, а Никиту позвали. После сериала Островский нигде больше не снимался, но зато он занимается музыкой. Никита Островский – это рэпер Джина. О личной жизни нам ничего не известно. Общественницу и правую руку Завуча Ксению Лисицыну сыграла Нина Филимошкина. После школы Нина сменила фамилию на Лощинину и поступила в ГИТИС. Настоящий успех к ней пришел в 2008 году, одновременно с выходом в свет военной мелодрамы «Обреченные на войну», где она сыграла Зосю. Актриса продолжает сниматься и появлялась в таких фильмах и телесериалах, как «Черчилль», «Молодежка», «Партия для чемпионки», «Дневник» Луизы Ложкиной. О личной жизни Нина распространяться не любит. Леру Пронину в сериале сыграла Анастасия Панченко. После «Простых истин» Настя снялась еще в нескольких сериалах. Сегодня же она занимается музыкой и поет в группе Панченко. О ее личной жизни информации мы не нашли. Обаятельного Лешу Калитина сыграл Дмитрий Ермилов. И для него роль также стала дебютной. Многие вспомнят его по роли Ходокова в сериале «Солдаты». Одна из последних его работ в кино – роль летчика Андрея Володина в фильме «Чужие крылья». Информации о личной жизни актера нам не попалось. Зануду Анатолия Петровича Волкова в сериале сыграл Антон Храпов. После «Простых истин» Антон еще снялся в нескольких сериалах, в том числе и «Бригаде». А еще Антон снимался в клипе «Агаты Кристи». Если мы правильно поняли, сейчас он живет в Австралии. Раннего Павла Белкина сыграл Евгений Косарев. Евгений окончил театральное училище Щукино и с 2003 года работает в театре имени Вахтангова, а также продолжает сниматься в кино и сериалах. Из последних работ фильм «Вот эта любовь» сериалы «Братья по обмену. Закон каменных джунглей». Евгений женат и воспитывает сына. Позднего Белкина играл Вячеслав Манучаров. Послужной список актеров включает достаточное количество самых разнообразных ролей, а всеобщее признание он получил благодаря пародийному шоу «Большая разница». От первой жены Виктории Селиверстовой у Вячеслава дочь Арина. Сейчас у актера гражданская жена, американка русского происхождения Дора Надеждина. У пары родилась дочь Нина и в январе 2017 года сын Даниил. Поздравляем! Всеми полюбившийся интерн Лобанов также был в актерском составе «Простых истин». Александр Ильин сыграл Женю Смирнова. После сериала Ильин снялся в фильмах «Друзья друзей», «На седьмом небе», «Переводчик», «С пяти до семи» и других картинах. Большое место в жизни Александра занимает музыка. Он вокалист собственной панк-рок-группы «План Ломоносова». О личной жизни Александра ничего не известно. Федю Бакланова в сериале играл Кирилл Канахин. Он окончил училище Щепкина, играл в Театре Луны. Снялся в нескольких сериалах. Об актере очень мало информации в сети. Также мы не нашли информацию и о Михаиле Хабине, который играл Арсения Арцебашева, и Дмитрие Виноградове, сыгравшего Руслана Алишерова. В группе ВКонтакте голосуйте за героев второго сезона. Ссылка в описании. На этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Впереди еще много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok